Доноров в Омске стало больше. Это отметили 20 апреля в Национальный день донора. Причем горожане сдают не только кровь или ее компоненты. Ольга Качкро выяснила, какие еще биологические жидкости можно сдать и сколько удастся на этом заработать. Чаще всего амичи сдают кровь. За 450 мл можно получить 500 рублей. Два отгула и продуктовый набор. Однако ходить в центр крови как на работу не выйдет. Сдать кровь разрешается не более пяти раз в год мужчинам и четырех раз женщинам. При этом интервалы между процедурами должны быть не менее 60 дней. В два раза чаще можно сдавать компоненты крови. Два раза в месяц, но не больше 12 раз в год. За плазму платят 600 рублей, за тромбоциты 700 рублей, плюс традиционный обед и два дня выходных. Через несколько лет почетным донорам гарантируются всевозможные льготы. Подзаработать можно и после похода в парикмахерскую. Но только если у вас с коса до пояса. Волосы принимают от 45 сантиметров. Оценивают в граммах. За каждые 100 граммов – 1000 рублей. Больше платят донорам в центрах репродуктивной медицины. Но для этого необходимо иметь не только отменное здоровье, но и обладать привлекательной внешностью. Мужское донорство оплачивается меньше, но чаще. Как правило, человек заключает контракт с медицинской клиникой и в течение одного года может сдавать семенную жидкость один-два раза в неделю. За первую процедуру сдачи платят 500 рублей, за каждую последующую – 1000 рублей. То есть в год на донорстве можно зарабатывать около 100 тысяч рублей. Забор яйцеклетки стоит значительно дороже – от 50-80 тысяч рублей за разовую сдачу. Но подготовка к процедуре сложнее. Сделать это можно и в Омске. Однако сами доноры на форумах рассказывают, что лучше ехать в Новосибирск или Красноярск. Там платят больше. Повторное участие в программе ЭКО возможно не раньше, чем через 3-4 месяца при отсутствии противопоказаний. Еще один, пока не слишком распространенный вид донорства – грудное молоко. Чаще всего покупатели и продавцы договариваются либо прямо в роддоме, либо в интернете. За 100 мл кормилицы просят 150-300 рублей. Учитывая, что уже к концу второго месяца жизни младенцу нужно до 800 мл молока в сутки, доход в месяц может составить более 70 тысяч рублей. Есть все эти и совсем необычные предложения. Так, достаточно часто ищут донора для сдачи анализов мочи и крови на наркотики или в качестве поставщика сырья для процедур уринотерапии. Субтитры создавал DimaTorzok